Говорил ли вам президент, когда это голосование в Верховной Раде планируется? Потому что вроде как планировали на предыдущей пленарной неделе, а потом издание Украинские новости со ссылкой на свои источники сообщило о том, что голосование за нового главу Нацбанка перенесется по непонятным причинам на конец февраля. Вам известно, когда это голосование должно состояться? Известно ли? Очень важно, что ответили президенту, ведь он с просьбой к вам обращался поддержать все-таки. Мені дивно, когда вы говорите, что президент должен визначать, когда парламент должен голосовать. Там тоже странно. Парламент не должен быть филиалом адміністрации президента. Парламент сам должен принимать решение, когда голосовать. А де-факто как есть? Де-факто я не знаю. Очевидно, голосовать мы тогда, когда буду за него голосовать. Мы не принялись с этого привода никакого решения. Первое, мы хотим поспілкуваться с кандидатом на посаду главы Нацбанка и запросим его наступного тижня. На заседание фракции Радикальной партии. И для нас ключевое, я еще раз повторюю, это политика, которую будет проводить Нацбанк. Если говорить про кандидата, нынешнюю, которую подав президент Якова Смолія, он первый заступник Гонтаревой, он отвечает за всю ту политику, которую проводила Гонтарева. Сам президент подав подание на Смолія призначение только сейчас, при том, что Гонтарева 7 месяцев уже в отпуске. Я вважаю, что в тот час, когда курс гривни в обмінниках нестабильный и гривня снижается, внаслідок этого снижаются заощаджения украинцев, зарплаты, пенсии, ростут ціни на продукты харчевания, на первые продукты, на первые необходимости. Головин Нацбанка в этот час месяцами перебувати в отпуске – это не честно, это не по совести и аморально. И поэтому перед тем, когда парламент взглядит вопрос о призначении нового Головин Нацбанка, мы наполягаем, и я про это сказал президенту Порошенко, наполягаем на том, чтобы Гонтарева пришла с извитом до Верховной Ради, чтобы Верховная Рада дала оценку деятельности Гонтареву, после этого рассматривать вопрос о призначении нового Головин Нацбанка. А что не приходит? Она вроде в Киев приехала, так жаловалась, сокрушалась, говорит, я вот хочу, ну позовите же меня, но я уже здесь не зову, да, по Киеву прогуливаюсь и все. Я думаю, что это игра. Гра спрямована на обман украинцев. Потому что, если бы реально хотела прийти и призвитовать, давно пришла и призвитовала. Тем более, если у нас есть, что есть про что. У нас есть много вопросов, и у украинцев есть много вопросов до Гонтарева. И мы вважаем, что ее деятельность на посаде Головин Нацбанка не задовольна. Корупция в фонде гарантирования вкладов, снищение, как они рассказывают, розчищение банковского рынка, а насправді снищение многих життєздатных банков, которые могли бы еще дойти. Вот, например, у Японии. Мой коллега Виктор Голосюк ездил в Японию и знакомился с опытом, как Япония делает банки, которые, например, стоят платежными снищенными. Они входят туда с капиталом, с одной метою – врятать банк, потому что это заощаджение людей у того банка, и это обеговые кошки предприятий. А у нас раз в раз порубали-порубали, миллионы людей залишились без заощаджений, тысячи предприятий залишились без майна, которые в заставу давали під кредиты, без обеговых коштей. Теперь из государственного бюджета больше 300 миллиардов гривен выплачено через фонд гарантирования вкладов. Власники банков, накравших, текли по закордону. Рефінанс, который не получили. Да. А Гонтарево, Национальный банк, надавали рефінанс, який у валюту виводится, и потом за кордон с тёлками тикает разом с целью валютою. А украинцы за все платят. Вот я хочу знать, чому украинцы должны платить за эту корупцию. И я думаю, что 300 миллиардов гривен можно было бы спрямовать на працевлаштувание молодей, на снижение цін по программе доступной лекции, чтобы наши пенсионеры отримали доступной лекции, на сбільшение пенсии, на сбільшение зарплат, чтобы молодь не текала из Украины, а працювала, а не выдают на банки пустишки и потом выдают откаты получают за то, что разкрадают эти кошти. Тому мы наполягаем на том, чтобы это вопрос в парламенте очень ретельно рассмотрелось. Я единый депутат парламенту, который не голосовал за призначение Гонтаревой главой Национального банка. Потому что для меня это было очевидно, когда президент Порошенко призначает свою, как сказать, мягко так, співучасницю по бизнесу, разом занимались бизнесом, потом пришли до влади и работают бизнес у влади. Ворушилин в фонде гарантирования вкладов, Гонтарева в Нацбанку, Пасинюк инвестиционный, какой-то там банкир, который помогал виводить краденые Януковича миллиарды долларов. И потом они всю эту приватную кормушку перенесли на державные интересы. Это неправильно. И поэтому я за это не голосовал. Вы говорите о том, что да, действительно необходим отчет Валерии Гонтаревой, к ней есть масса вопросов, множество обвинений звучало в ее адрес, но мы не забываем, что господин Смолей так или иначе был в команде. Да, я просто и сказал, и не поведение. Да, я просто и сказал. Но, вот понимаете, если, предположим, во время отчета гипотетического госпожи Гонтаревой в Верховной Раде прозвучат обвинения в ее адрес или вопросы со стороны правоохранительных органов, это означает, что автоматически те же вопросы должны возникнуть и к ее заместителю, господину Смолию, который мог знать о всех этих ситуациях, о которых вы говорите. Учитывая эти варианты, учитывая такой сценарий, это означает, что голосов за кандидатуру господина Смолия может и не набраться в сессионном зале Верховной Рады. Тогда рискнут ли организовывать отчет Валерии Гонтаревой или попытаются это все организовать по-тихому, мол, Гонтареву не трогаем, Смолия назначаем. Да, я думаю, что влада намагатиметься зараз закулисной, подковаренный способ, тихо спуститься на тормозах, Гонтареву тихенько отправить в изставку, Смолия призначити. И такие кулуарные переговоры идут. Но мы участие в таких переговорах не беремо, потому что это обман украинцев. Треба все делать публично, прозоро и честно перед людьми. При каких условиях Радикальная партия проголосует за Смолией? Я же сказал, что для нас ключовое это изменение грошово-кредитной політики Национального банка. Национальный банк должен показать бюзнесу украинскому, украинским громадянам. Яким чином, по-перше, они сприятимуть снижению процентных ставок по кредитам. И, друге, это сбережение заощаджения украинцев. Потому что, когда люди, если мы хотим, чтобы развивалась экономика, в первую очередь, нужно делать ставку не на зовнишнего инвестора, хотя и безумовно, и он требует створить умовы, чтобы приходил. Но, в первую очередь, нужно делать ставку на внутреннего инвестора, на громадян и на витчизненный бизнес. А влада, натомість, робить все противоположное, для того, чтобы гроши, кто заработал, где три копейки, чтобы швиденько текали с ними из Украины. Потому что, або прийдут паяльники, вставлять в одно место, заберут, пограбуют в ночи, або через фискальную политику, або через коррупцию. Мы инициировали наша команда, и 180 народных депутатов под этим подписалися внесение изменения до статт. 99 Конституции Украины, где мы покладаем на Национальный банк обовязок сприяти экономическому взрослению краяни, забезпечению циновой и курсовой стабильности, помирного ревня до 100% ставок и сприяния максимальной занятости населення. В усьом свете инструменты Национального банка это сприяние экономическому развитию и працевлаштованию украинцев. А когда у нас Национальный банк поднимает обликовую ставку, это означает, что вылучает дешевые кредитные ресурсы из экономики, это скорочение экономического взросления, это скорочение рабочих мест, это втрата людьми своих заработных плат. И главное, это приведет до сдорожчения продукции, до сближения ее собевартости, потому что тарифы на энергоносеи ростут, на вантажные перевезения ростут, податки не снижаются, и когда еще сдорожчиваются кредиты, это означает, что наша продукция достое меньше конкурентов. А вот, кстати, тарифы.